Яков Кедми Враг народа или дурак года Всем привет! С вами я, Саня Саль, в своей Саль-студио. Ну, что я могу сказать? Отвечайте по существу, пожалуйста. По существу. Вот и я по существу. Дело в том, что когда в первые недели войны редактор Первого канала Марина Овсянникова выбежала с плакатом во время эфира в студию, где вела программу Екатерина Андреева и простояла с этим плакатом, найдя оптимальное место, как ей казалось. Ну, я говорю, что в эфире это длилось секунд семь, может, больше. Сразу весь наивный мир всплеснул ручонками и сказал, ах, какая смелая гражданская позиция. Меня же, как бывшего журналиста, это не удовлетворило ни в коей мере. У меня осталась масса вопросов. Вот парочку из них, такие уж очень очевидные, да, уж совсем очевидные. То есть, как она ворвалась в студию во время эфира, даже несмотря на то, что она редактор этой программы, все-таки с листом Ватмана. Ну, где была охранка? Нет, я правильно сказала охранка. Кроме того, как только, не дай бог, что-то подобное появляется, при этих режимах есть специальный редактор безопасности, который вырубает кнопкой эфир, сразу сменяется заставка, там идет реклама, не знаю что. В общем, этого тоже не произошло. Обычно эти системы не дают сбоя. Вот, поэтому вся эта постановка не выдерживает никакой критики, и господин Станиславский бы просто нервно курил в сторонке, с криками не верил. Но сегодня я хотела бы поговорить о другом персонаже, который, в общем-то, отравлял и продолжает отравлять воздух всему свободомыслящему человечеству. И, на мой взгляд, в общем-то, человек этот в свое время как-то себя так поставил, что у меня тоже масса вопросов к нему и кем он по сути является. Но на данный момент мы можем со всей ответственностью сказать, ибо этот гештальт у нас перед глазами в последнее время особенно. В общем, свои пенсионные годы, чудесные годы, надо сказать. Пенсия у него, слава богу, как у отставного генерала. Значит, чувак этот, он кочует из студии в студию по пропагандонским шоу. В основном он зацепился за самого главного рупора всех этих. Кто Сталина похвалит, да, там, за хорошее отношение к России. Вот только он о ней, матушке, и заботился. И вопросы, почему Сталина так народ любит. Сталин был последний государственный деятель, который заботился о своей стране. После него таких не было. То, значит, опять же, пригрозит, и так это пожурит русских товарищей за то, что вот недостаточно, они где-то там шандарахнули по Украине, вот по Сирии тоже как-то слабенько, так надо бы больше. Если в города входить не собирались, то, наверное, надо было начинать операцию. Не войдя в город, ты ничего не сделаешь. Что, ловно, что ли, брать осадок? Но до сегодняшнего дня ни одного серьезного города нельзя. Что значит? С кем он готов встречаться? Вот с этим отродием? С этим патологическим? Смотрите, дело в том, что я не хочу сейчас относиться к каким-то внешним параметрам, или вот как сейчас такие ядовитые блогеры и аналитики любят язвить и относиться к каким-то ботексам, к каким-то родинками над верхней губой, начинают каламбурировать фамилиями, да, какими-то там неприятными уху, да. Вот я это все делать не буду, потому что я собираюсь отнестись только к фактам. Дело в том, что в основу этого ролика ляжет некое интервью, взятое в 2004 году у господина Кэдми. Я ссылку на это интервью дам буквально в первом комменте, то есть все базируется на фактах, причем из уст самого господина Кэдми. Я ничего не придумываю. Он, правда, там маху дал во многих местах. Интервью это расположено на сайте ЭГЭ-76. Окей, значит, мы к этому отнесемся, но сначала хотелось бы, чтобы вы в комментариях написали, что вы думаете по этому поводу. В общем, название этого ролика судите сами. Правильно, неправильно, правомерно, неправомерно. Поехали. Давайте мы сейчас и начнем этот небольшой экскурс в не такую уж далекую историю. То есть зацепим конец 60-х и начало 70-х. Значит, вот год 1967. Давайте вспомним. Значит, дипломатические отношения Советского Союза с Израилем вроде как на медленном огне еще как-то теплятся. Но хрущевская оттепель, она уже давненько закончилась еще в 64-м. Теперь, вот в этой всей атмосфере двадцатилетний еврейский мальчик Яша Казаков из очень ассимилированной такой еврейской семьи, никакой сионистской подоплеки или диссидентской, там вроде как не было. Вот он кидается как разъяренный лев в голландское посольство, каким-то образом чудесным пробегает мимо Совкового мента и оказывается почему-то на приеме у израильского консула. Вот как такое может быть, я не понимаю. Дальше. Это все с его слов. Значит, вроде как посмеялись его, отпустили. Потом через какое-то время он пришел еще раз и опять пролетел мимо того же мента. Вот интересно, Яша Казаков в 67-м году был кем? Киборгом, человеком-пауком. Сложно сказать. Потом он сам же говорит, что с этим же ментом он там чуть ли не водку пил. Как-то странно все это, но главное, что Яша Казаков в 67-м году не то, что не упекли его куда следует, но даже такие показательные 15 суток он не отсидел, как бы за хулиганство, так тоже нет. Кроме того, мальчик Яша каким-то чудесным образом избегает службы в армии. Дальше. Смотрите. В 68-м году в 68-м году он обращается с открытым письмом в Верховный Совет СССР. И это письмо почему-то туда доходит. Вот судите сами, просто следите за фактами. Доходит это письмо в Верховный Совет СССР о том, как ай-яй-яй притесняют права человека и права на эмиграцию советских евреев. И, в общем-то, жалуются на антисемитизм вот этот Яша Казаков, да. И, в общем, еще и Верховный Совет СССР на это о боже реагирует и уже в 69-м разрешают Яше Казакову выехать. Но при этом родители его оставляют в Советском Союзе, как бы в заложниках. А, здесь важно отметить, что вообще-то в 1968 году СССР подмял под себя, так не слабо, Чехословакию. Прикиньте, то есть Чехословакию СССР под себя подмял, а мальчика Яшу Казакова нет. Вот, ну, как-то тоже у меня тут несостыковочка. Дальше. В 69-м Яша выезжает, но родители остаются в Советском Союзе. Вызвать родителей что-то около года не получается, но почему-то он же сам рассказывает, что в этом 69-м году, с 69-го до 70-го, он на расхват, как в Израиле, так и в Америке. Его приглашают в Америку, где он устраивает голодовку не где-нибудь, а в Нью-Йорке. И он добивается, о боже, чтобы родителей из Советского Союза выпустили, да, в концу 70-го года. Ну, в общем, у меня есть вопрос. Смотрите, значит, опять несостыковочка. В том же 70-м году группа сионистки, сионистски настроенной молодёжи из Прибалтики угоняют самолёт, такая попытка угнать самолёт, да, в Израиль. Вот. И, в общем, чем это заканчивается, мы знаем из книги «Операция свадьба» Йосифа Менделевича. Кстати, я не без гордости должна сказать, что когда в 90-м году я приехала в Израиль и училась в Ульпане, то бишь в студии по изучению еврита, начальником этого ульпана был сам Йосиф Менделевич. Я неимоверно горжусь этим личным знакомством, и книга эта была мне подарена. Вот такое лирическое отступление. Да, так значит, тут же разгоняют операцию «Свадьба» в пух и прах, слава богу, тогда никто не получил расстрельный приговор. Вот, и в этом же году, прикиньте, выпускают родители Якова Кедмина. Вот у меня какая-то несостыковочка. Не знаю, как у вас, вот пишите в комментах. Дальше. И еще один годик мы так немножко пробежимся, то бишь 71-й. Значит, когда более-менее евреев уже начали переправлять в Израиль через организацию НЭТИВ. Значит, одна семья американская, такая богатая семья, это все со слов господина Кедми, я не знаю, как это проверить. Она попросила, чтобы их родственников из Советского Союза переправили уже прямо непосредственно в Вене, передали их в руки Хеаса и Джоинта, чтобы потом через Италию сразу же отправить в США без НЭТИВа и без разъяснений о необходимости отъезда именно в Израиль. Значит, это закончилось тем, что, в общем-то, разрешили этой семье иммиграцию прямо в Америку и с этим инцидентом начали подтягиваться еще семьи, еще и еще, еще и еще и выкристаллизовалась эдакая иммиграция в Америку. Но тут начинается новая очереда несостыковочек, которую мы тоже немножечко с вами рассмотрим. К 77-му году Яков Кэдми начал работать в НЭТИВе и уж как-то закралось ему вот такое понимание, а не много ли евреев едут в Америку? Ну, нельзя же так в самом деле. Кроме того, сам господин Кэдми рассказывает, что в 77-м году в Москве он лично листал предложенное ему КГБ дело Щеранского. Вы себе это хорошо представляете? КГБ израильскому гражданину дает полистать дело предателя родины, да? Пусть даже гражданин этот уже начал работу в бюро по связям с еврейством Советского Союза, да? Пусть даже так. Ну, в общем, ему это дело дали в руки полистать. и журналист как бы его хотел на этом подловить, но Кэдми там какие-то очень нелепые аргументы привел. Он понял, что сказал что-то не то и привел какие-то такие отговорки очень слабенькие. Но вот тоже судите сами. И в конце это 70-х эмиграция вплоть до 89-го года как-то замедлила свои обороты. Вот. И Сахнут Вене как-то немножечко отдыхал от такой волны 70-х и только в 89-м по новой договоренности евреи после перестройки начали о боже отпускать. В общем-то все шло по накатанной. Сахнут в Вене передавал так называемых нашрим это эдаких отчепенцев которые не хотели ехать в Израиль а хотели ехать в Америку. Он передавал их в Вене в руки таких организаций как Хеас и Джоинт и они в общем-то сопровождали их в Италию откуда они были транспортированы непосредственно в США. Значит в конце 70-х эмиграция немножечко сбавила свои обороты и набрала их на новом витке причем мощнейшим образом только в 89-м после договоренности с Горбачевым уже в перестроечный период того же Якова Кэдми. Но вот тут в чем загвоздка. Дело в том, что в 89-м году окрылившись этой идеей в Америку выехало 74 тысячи евреев, хотя квота была только на 40 тысяч. И Америка в ужасе начала от этого количества эмигрантов просто захлебываться и биться во всяческих истериках. Американцы собрали представителей посольств в Москве и хотели в Москве уже проделывать эту селекцию, то бишь кто куда едет, кто нужен в Америке возьмем, кто не нужен как-то уговорим их в Израиль, но тут свои ржавые пять копеек вставил кто? Господин Кэдми. А вот теперь внимание, он уговорил американцев закрыть Вену закрыть и пускать евреев только в Израиль и только через страны соцлагеря. В данном конкретном случае в основном это были Будапешт и Бухарест. В общем, Америка закрылась, но дело в том, что Кэдми тут на мой взгляд совершил вот просто какую-то целенаправленную диверсию и преступление в отношении своего народа. Лично я говорю вот мое мнение принимайте, не принимайте, я говорю, не мытьем, так катанием Яков Кэдми хотел эту страну развалить, задушить, растоптать таким количеством вновь прибывших. И я вам объясню, почему я придерживаюсь именно этого мнения. Посмотрите, 74 тысячи для Америки и уже госбюджет не справлялся. И не только госбюджет. Теперь давайте возьмем другую пропорцию. 600 тысяч за только 89-й или 90-й все-таки год. Сейчас поставлю диаграммку. 600 тысяч в год. Не в Америку, а в этот маленький Израиль. Как вам такая картина? По-моему, не надо быть великим экономистом, чтобы понять, когда Америка в 89-м году приняла 74 тысячи эмигрантов и рвала на себе волосы по той причине, что с таким потоком просто не справлялась, квота-то была 40 тысяч. Так вот, мы давайте подумаем, как этот маленький Израиль принял только в 90-м году 600 тысяч репатриантов. Я говорю, что это из разряда израильских чудес, что двигало Яковом к Эдми, чтобы протолкнуть такое, мягко говоря, нелепое и неразумное решение. Моё мнение, им руководил вот какой-то очень садистский интерес посмотреть, выживет, не выживет. Вот как-то так. Это моё такое ощущение. Пишите в комментариях. Вот, исходя из этих фактов, поданных мной в очень сжатой форме, судите сами. и развязочка, конечно, этой истории такая очень предсказуемая. Организация НЭТИВ разогнана за ненадобностью еще в 99-м году, хотя создавалась еще в 52-м году самим Бен-Гурионом. Дипломатические отношения уже России с Израилем восстановились к 91-му году. Был прислан к нам посол Александр Бовин в декабре 91-го года. Яков Кэдми большой друг Путина. До такой степени, что на пропагандонских шоу он там пропагандует. Но по последней информации могу сказать. Яков Кэдми первой неделе войны должен был давать спич в Северном Тель-Авиве. Но вместо благодарных слушателей его собрались маленько помутузить и освобождали его оттуда вывозили эвакуировали с полицией и с армией. Вот такая полусекретная информация у меня есть. А о названии ролика судите сами и лучше в комментариях. Сегодня господин Кэдми пенсионер с генеральской пенсией ездит по очень сильно дальнему зарубежью. Он пока не представляет себе насколько оно дальнее и не нашел ничего лучшего на это время чем пропагандонствовать вместе с представителями этого режима которые рвут на себе волосы но не понимают что это рано или поздно кончится кроме того за это не буду говорить за что сами понимаете за это у нас в Израиле гражданство не лишают очень хочется пристегнуть сюда слово пока и мне стыдно что я тоже стыдно мне стыдно за то что я тоже по существу с вами была я Саня Сальв в своей Сальв Студио я вас люблю подписывайтесь на мой канал Сальв